Добрый вечер! Мы продолжаем наш эфир с Анжеликой, дизайнером Зары и Манго. Отвечаем на ваши вопросы. Это вторая часть. Первая часть сохранена в IGTV. Вы можете ее посмотреть. Там мы уже много всего обговорили и специально прервались, чтобы у нас все сохранилось и все осталось в памяти. Сейчас буквально минуточку мы обратно подключаемся. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, их пишите. Мы с удовольствием будем на них отвечать. Я жду Анжелику и мы продолжим. Так что вопросы пишите. Будем разбирать. Будем на все отвечать. Это, мне кажется, для вас прекрасная возможность опять соприкоснуться с дизайнерами. Я российский представитель Анжелика. Международный. Ум момента. Во, мы вернулись. Это замечательно. Первую часть я аккуратненько сохранила в IGTV. Она есть у меня в блоге. Можно ее посмотреть. Я там указала тоже профиль Анжелики. Вы можете к ней посмотреть. Она тоже рассказывает. Ведет. У нее очень интересно. Мы продолжим с тех вопросов, которые там были в конце. Вы можете пока новые писать. Хорошо. По поводу того, вы спрашивали, а что делать, если есть какие-то изменения, а конструктор постоянно, условно говоря, артачится и не хочет их вносить, хотя ему говорят, что надо. Но это проблема с командой. Есть у вас такое? Или у вас таких людей просто как бы отодвигают? Есть такое. Дело в том, что как и в России, так и в Испании очень сложно найти очень хороших конструкторов, поэтому они тоже на вес золота. Я думаю, проще найти работу за границей конструкторам, чем дизайнерам одежды на самом деле, потому что спрос большой. Были такие ситуации. С китайцами, естественно, такого нет. Есть ситуации с европейскими коллегами. Были находить общий язык. Находить общий язык и вставать тоже на место другого человека и просто понимать, в чем проблема, почему отказывается. Очень часто в Испании говорят, что конструкторы – это вообще как бы отдельный подвид работников фэшн-индустрии, потому что они очень такие своенравные и живут, знаете, в каком-то своем небольшом мире. Поэтому очень важно найти общий язык. И ругаясь, ну, пару раз, может быть, вы получите результат, но как долгосрочное отношение, это, конечно, не будет хорошим вариантом. В Китае тоже часто такое слышу. Ой, нет, мы не знаем, мы не видели, не хочу делать. Поэтому для этого существует. Еще раз скажу, посмотрите в сторис сохраненных. У меня есть технический лист, да, TechPack. Фотографии. Во-первых, очень хорошо отрисованная модель, детально все расписано, где, как, что. Если есть какие-то очень сложные модели, где конструкция непонятна, то тогда прикладывайте фотографии. Для этого вам и нужен коммерческий шоппинг. Прикладывайте фотографии. Как обработано. Во-первых, и для шлей, и для конструктора. Присылайте вещи. У нас, допустим, была проблема в одном из поставщиков. Мы работали с манго и отшивали брюки. В манго очень высокие требования по обработке, особенно внутренней. И по посадке. Мы не могли добиться хорошего результата. Я просто пошла, купила все самые бестселлеры, отправила, чтобы мне сняли уже лекала готовые. И уже на базе этих лекал мы делаете. Объясняете, рассказываете, что это просто. Вот здесь и важны ваши знания именно кроя и шитья, чтобы просто объяснить человеку, что да, это возможно. И вообще, вы знаете, честно говоря, особенно в Китае, очень мало бюджета вкладывается на развитие закройщиков и на развитие конструкторов. Потому что есть бюджет для шоппинга, но никогда его нет для каких-то дополнительных курсов. И очень часто конструктор работает по каким-то своим абсолютно древним методикам и по каким-то своим лекалам чуть ли не с 80-х. Вот, поэтому попытайтесь помочь, попытайтесь показать, что изменился. Ну, мне, допустим, делают постоянно какие-то очень смешные рукава чуть ли не на кукол. Поэтому здесь образцы. Показывайте им образцы и очень хорошо заполненную документацию. Ну да, мы тоже, кстати, покупали образцы посадки, чтобы могли переснять. Распарывали как раз тейлоринг пиджаки, смотрели, что там внутри плечей лежит, как это все, как это проклеено, прошито, там китовый уз, как это все. То есть тоже выпарывали, или просто прям вот как, знаете, препарируют. Точно так же все раскрывали, смотрели, фотографировали, описывали, там, взвешивали на весах какого там громожа, какие были уплотнители. Но это на самом деле так. Ну, в чем-то, может быть, это и промышленный шпионаж, а в чем-то перенять опыт того, вообще, как люди это делают. Да-да-да-да, это абсолютно нормальная практика, не думая, что масс-маркет просто идет и делает это. А вы думаете, лакшери бренды не делают того же самого? И дизайнеры делают. Если мы будем все сидеть, мы запремся в нашем кабинетике, и будем делать, в нашем офисе, и будем делать одно и то же с сезона в сезон, ну, тогда ни Баленсиага, никто не будет продавать. Они также вдохновляются, покупают огромное количество веритажа. Вот. Кстати, если нет возможности купить, допустим, какую-то новую дорогую вещь, берите винтаж, берите секонд-хед, распарывайте, смотрите, и смотреть, трогать вещи, но это обязательно, без этого никак. Мы перетаскали еще вещи, у кого дома какие марки были, кто из каких-то путешествий покупал, еще что-то, вообще все просто. Разобрали все, что только было, там, считали, распарывали. Это мы тоже все делали. По поводу конструктора, у меня тоже был опыт, я когда пришла еще молодым дизайнером, у меня попался очень строгий конструктор, и я сначала, честно, прям чуть ненавидела, потому что она меня с этими эскизами, ну, прям задолбала. Здесь не так, здесь не так, здесь планка, здесь сюда. А по факту я ей очень благодарна за то, что она сделала, потому что она мне не разрешала расслабляться, она просила, чтобы я очень четко, очень грамотно, очень детально все это прорисовывала, чтобы это было все вложено в техпак, вот то, что говорится, да. Вот оно все там должно быть. Если карман, то он должен быть пропорциональный. Если отстрочки, они должны быть на местах. Если планка, то она должна быть четко, пуговицы должны быть распределены. То есть вот это все сделано. И вот эта вот школа мне очень много дала, мы потом с ней работали и дальше, и как-то вот мы находили с ней точки соприкосновения. Иногда конструктор упирается, он говорит, ну, неудобно, потому что здесь там толсто будет, или еще что-то. И нужно все-таки иногда и накомпромиссить. То есть это не всегда то, что конструктор сказал, что так не надо, и ты уперся, нет, надо, и все. Сделай так. Иногда они тоже лучше тебя знают. Момент, технологию могут тебе ее подсказать. Поэтому нужно уметь вот эту вот коллаборацию выстраивать, да. Если вы доверяете этому конструктору, если вы действительно считаете, что хороший, грамотный специалист, ищите эту коллаборацию. Где-то там вы на форму какую-то надавили, да, то, что мне нужно вот сюда побольше, а где-то он вам объяснил, что технология другая. Разговаривайте, общайтесь. Вот у меня сейчас есть конструктор, с которым мы работаем, просто вот загляденье работают. Спокойно, абсолютно, готовы там поменять. Ну, также и предложить что-то свое, сказать, что нет, вот здесь так не надо, давай здесь поменяем. Я нормально на это реагировала. Поэтому тоже вот опыт общения, конструкторы, они на вес золота, потому что вашу задумку они реализуют в жизни, в 3D-формате. Это же еще с растяжимостью, собственно. Катя, можно добавлю? Историю, которую ты только что рассказала, я тоже ее пережила. У меня была такая коллега, ее звали Анна. Первый месяц я рыдала, потому что она просто кидала все мои эскизы. Она говорила, что это какой-то бред, она это делать не будет, это я не буду. Я не могла защититься и сказать, что это надо сделать. Мы с ней так сдружились. Мы потом нашли настолько с ней общий язык, она тоже мне помогла, вот именно какими-то техническими деталями, которые я как дизайнер, допустим, раз я не конструктор, я не знала до конца, возможно. И потом еще и по... Дело в том, что я работала, давала курсы английского в манго, и еще потом я ее порекомендовала в манго, и сейчас она работает, делает кожаные вещи в манго. Поэтому не всегда отношения начинаются хорошо, но главное, чтобы они хорошо заканчивались. И еще у нас была такая проблема с китайским поставщиком, вот где я сейчас работаю, команда абсолютно, закройщики, я их никогда не видела даже в глаза, потому что они не в Шанхае находятся, они находятся в других городах, в маленьких городах рядом с Шанхаем. И туда обычно ездят уже мои коллеги, которые ответственны за разработку образцов. Приезжали такие образцы, но это просто можно было сразу выбрасывать в мусорную корзину. И как выход мы нашли конструктора, причем это был мужчина, который уже работал непосредственно со мной, и он находился в офисе. И вот ему я все высказывала, все, что мне не нравится, и все эти ошибки, которые я видела. И он уже ездил по вот этим цехам и рассказывал конструкторам, в чем проблема, где что изменить, как это сделать. Возможно решение просто нанять какого-то человека, который еще сможет направлять и вообще сделать какой-то такой линк, связь между дизайн-отделом, производственным отделом и конструкторским отделом. Да, парламентер. Дипломат. Да, конструктора, которые делают ручные лекалы или электронные, что чаще вас требовано. У больших компаний электронные. Нет, конечно, вы что, сейчас вручную ничего не делаете. У нас диалог с конструктором всегда начинается с ее фразы «Это сделать невозможно». Всегда делаем. Это нормально. Но в Испании это вообще, я вам скажу, это национальный вид спорта. Если вы что-то спрашиваете, не важно, что вы спрашиваете, подскажете время? Нет. Сделать это лекало? Нет. Первый ответ всегда нет. К этому нужно быть готовым, иметь боевой настрой и добиться своего. Гостью зовут у меня Анжелика. Она профессиональный дизайнер, работает с крупными брендами, такими как Zara, Mango и так далее. Первый эфир вы пропустили, это очень зря. Он уже сохранен в IGTV. Посмотрите, там было очень-очень много полезной информации. Еще один вопрос, который у нас был с прошлого эфира, и мы не ответили. Если человек хочет работать за рубежом, возможно, в Испании или в каких-то других странах, где разумнее искать вакансии, как откликаться, ну вот где и как вообще, куда податься, вот такой вопрос. Куда бежать? Если вы работаете дизайнером уже на российскую компанию, если вы посещаете TextWorld или, например, Vision, даже там вы можете увидеть дуск объявлений, можно так сказать, от Fashion Jobs. Fashion Jobs – это один из самых знаменитых порталов, где вы можете посмотреть предложения, причем по всей Европе. И сейчас LinkedIn. То есть в LinkedIn абсолютно все компании размещают объявления по работе, как европейские, так и азиатские. Здесь уже нужно смотреть, я знаю, что в России LinkedIn, он заблокирован, но VPN и обязательно с VPN подсоединяйтесь. Очень грамотно нужно заполнить свой профиль, потому что сейчас отбор ведут алгоритмы. Если, когда я работала вот тот год по найму персонала, я была хэдхантером, и мы все делали вручную, сейчас ручного ничего нету, поэтому я вам и говорю о важности правильной подготовки и резюме, и своей страничке, потому что все просматривает алгоритмы. А, и вот спрашивали, можно ли порекомендовать какую-то школу во Франции, которая школа по дизайну? Во Франции есть Марангоне, во Франции есть французский институт дизайна, французская школа дизайна. Вот я знаю, что у меня знакомые заканчивали, очень все довольны. Смотрите всегда программу, и вам нужно понять, смотрите на преподавателей, потому что, если вы приедете, особенно со студенческой визой, чтобы вам найти вот эту вот первую какую-то работу, первый опыт, первую стажировку, обычно это контакт с преподавателями, то есть кто ваши преподаватели, если у вас там, не знаю, будет главный дизайнер Сандра, то явно вам туда. То есть смотрите, какие у вас приоритеты и бюджет. Марангоне, дорогая школа, допустим, французская Шамбре, не помню, как именно она называется, но вот она неплохая, мне кажется, она чуть дешевле по стоимости. И это, кстати, если я не ошибаюсь, и это тоже есть. Это европейская школа дизайна. Как за границей относятся к русским дизайнерам? Нас там вообще ждут, ну точно не ждут, это я вам сразу могу сказать. А насчет отношения... Нас не ждут. Да нормально. Нас не ждут. Ну здесь в первую очередь, как вам... То есть какой вы человек, так и будут относиться, естественно. Предвзятость какая-то есть, я не буду скрывать, предвзятость есть. Может быть, я не говорю на уровне команды, это абсолютно нет. Здесь... Но когда будут просматривать резюме, естественно, будут выбирать людей, которые живут в Европе. Почему? Ну, во-первых, всех пугают визы. Визовые вопросы. В зависимости от страны. В Испанию раньше делали визы. Сейчас нереально даже надеяться на то, что вам сделают приглашение. Даже если компания согласится, испанское правительство не дает сейчас такие визы, если вы не специалист узкого профиля. То есть должна быть такая хорошая позиция. Я думаю, что очень легко, не то чтобы очень легко, но такой один из, может быть, легких путей – это найти работу как продакт-менеджер. Потому что здесь, да, продакт-менеджер, он отвечает за какую-то определенную географическую зону. И если это страны СНГ и Россия, то всегда это будет кто-то со знанием русского и как раз таки из наших бывших стран СССР. Но, слушайте, все возможно, особенно практики, но вот по обучению, наверное, самый такой хороший вариант. И здесь все зависит еще от вашего терпения и от вашей такой настойчивости. Целеустремленности. Целеустремленности, да. И вообще как бы желанием новую. Путь будет непростой, поэтому будьте готовы. Ну, будет очень много нет. И это даже в России будет очень много нет, потому что тоже... Ну, это нормально, конечно. ...достаточно высокое. Так, это мы обсудили. Ну, ждать вас нигде не ждут. Вас и в России нигде в компаниях не ждут. Тут тоже как бы очередь и конкуренция. Поэтому к этому надо просто понять и идти вперед. Вот в связи с пандемией у меня такой вопрос. Вы же наверняка у вас тоже поменялся стиль работы. Наверняка появилась удаленка, появилось больше удаленных. дизайнеров. Как-то это все отразилось на процессе, на найме, на всем. Есть это? На моей работе очень отразилось. Ну, насчет удаленки. Я всегда работала с китайским поставщиком. То есть я летала 4 раза в год и жила по месяцу в Шанхае. Это когда были, допустим, уже такие крупные коллекции на разработку. Плюс были выставки. Нужно слетать в Гуанчжоу. Летала на шоппинг, допустим, если это в Корею или Токио. То там. А остальное время я работала в Барселоне. Работала как из офиса, так и из дома. И когда я находилась в Барселоне, значит, еще летала в Акоруньо, где находится офис Зара. Сейчас все перелеты, естественно, не то чтобы запрещены в Китай, сейчас не попасть без карантина. Визовый центр закрыт в Барселоне. И в Зара также не принимают поставщиков еще вот так на таком, ну, на конвейерном, да, так скажем, уровне. То есть они все равно пытаются ограничить. И мы все пересылаем. Все пересылкой. Вот, поэтому работать удаленно можно, но сложно. То есть если вы начинающий дизайнер, очень сложно. Если уже есть какой-то опыт, и у вас есть ткани дома, то да, просто, ну, дело в том, что если у вас нет физических тканей, будет очень сложно разрабатывать образцы. Во время пандемии весь мой кабинет дома был завален тканями, и все еще не там. Сейчас приеду, буду разбирать, выбрасывать уже то, что не нужно. И образцы также. То есть это все по фотографиям, по видео. Ну, в принципе, да, все возможно, все реально. Как это отразилось на нас, мы потеряли очень много заказов. Очень много заказов, потому что, естественно, все, что было запланировано. Мы работаем очень много с пайетками, с такими нарядными тканями. Когда был локдаун, естественно, все это отменили. И огромную часть коллекции перевели в Турцию. Вот, поэтому в 2020 году, если раньше у меня был такой больше, как контракт с фирмой, где работаю, я перешла больше на проектную основу. И, ну, здесь тоже были свои плюсы и минусы. Проектная основа, да, но при этом я еще смогла работать с турецким поставщиком, отшивая Zara Kids. Вот, поэтому, то есть я уже не был такой очень сложный контракт, очень такой, с очень, с большими restrictions. Но, ну, вот посмотрим. Пока сейчас начинает налаживаться. И мы сейчас занимаемся Zara Infinite. То есть вот прямо вот эта часть коллекции, вся наша. Наша и еще трех конкурентов. Ну, понятно. Нет, я еще просто думаю, может быть, вы начали искать более широко дизайнеров. Насколько вот вообще это реально, как дизайнер-фрилансер устроится куда-то в европейскую фирму, сделать какой-то проект, например, как-то помощь там по отрисовке принтов, по отрисовке технических эскизов, которые не спят. Такое вообще бывает? Помощь, помощь, да. Я поняла тебя. Мы уволили очень много дизайнеров, потому что, ну, коллекция очень... Огромное количество заказов отменили. Команда просто снизилась до минимума. С графическими дизайнерами мы сейчас не работаем. Вот, кстати, графическим дизайнерам онлайн, как фриланс можно. Вот это такой очень хороший рабочий вариант. Причем не обязательно быть в Испании или в Китае. Здесь просто грамотному дизайнеру можно... Мы можем работать и с Россией. Технические эскизы и принты, что у вас графического дизайнера? Технические эскизы нет, нет, нет. Технические эскизы отрисовывает дизайнер. Отрисовывает дизайнер, да. Здесь никакой помощи нигде никогда не требуется. Это входит в обязанности дизайнера. А графически чем занимается? Принтами или чем он занимается? Графически только принтами. Это и оловер, и плейсмент. Но дело в том, что должен быть графический дизайнер именно в моде. То есть это не одно и то же делать логотипы и быть дизайнером в моде. Здесь нужно знать ткань, здесь нужно знать техники принтов. Очень много факторов. И плюс еще иметь какую-то свою стилистику. Допустим, я делала Zara Baby. И мы делали очень много принтов, нарисованных от руки. То есть я отсылала, допустим, мудборд графическому дизайнеру, то, что я хочу, и он мне предлагал варианты. Это одно. Если этот дизайнер работает на Бэджкам, мужская коллекция, но это абсолютно другой стиль, и это абсолютно другая рука требуется. Поэтому здесь тоже нужно понимать. И все, и, естественно, требования. Графический дизайнер плюс еще должен смотреть образцы. То есть то, что будет уже приходить, корректировать цвет. Ну там и логики должны смотреться, и цвета корректироваться, плейсменты, размеры. Там тоже много. Да, да, да. Здесь нужно четко знать, сколько сантиметров от горловины. Очень много моментов. Но это очень интересная профессия. Если у вас получается, особенно если она смешанная с иллюстрациями, то супер. Здесь можно работать удаленно. А дизайнерам, ну, очень сложно. Все равно нужно ездить. Все равно нужны какие-то документы, чтобы ездить и в центральный офис. И ткани нужны. В каких программах работает дизайнер? Друзья мои, мы это говорили. Я об этом говорю постоянно. Это Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Две основные программы, которые вообще используются. Сейчас вот Анжелику попрошу это подтвердить еще раз, что это не я. Предлагала, что это международная программа. А еще я тебе скажу, что моя основная программа – это WhatsApp. Ну, WhatsApp и WeChat – это понятно, что мы общаемся. Нет, потому что проводим время, конечно. Но, ребят, плюс еще вы должны… Мудборды – это все должно выглядеть очень эстетично. Особенно если вы работаете с какими-то такими брендами, которые требуют, да, допустим, Manga и Zara. Вы не можете какой-то просто составленный мудборд в Пинтересте. Это все должно быть очень эстетично. Выбор шрифта. То есть там очень много нюансов. А вот у меня, кстати, вопрос немножко такого технического характера. Если мы говорим про работу в программах, вы работаете именно на компьютерах или на планшетах? Потому что в России… На компьютерах. Планшеты – это как, ну, хобби, что ли, так сказать. То есть ты приходишь в рабочее место, оборудованное компьютером, на котором стоит софт. Иногда есть планшет для рисунка, ну, там, типа, вайком какого-то. Но вот именно что-то там, iPad какой-то такого я не видела ни разу. Нет, iPad'а нет. То есть все очень строго. Из-за того, что я работаю на номинального поставщика, у меня есть такое больше flexible, да, с софтвером и вообще с доступом. Если вы работаете в компании, естественно, все это ограничено. Нельзя приносить ни флешки, ни вообще никакого дополнительного. Нельзя даже пользоваться Google Drive и нельзя пользоваться WeTransfer. То есть это все абсолютно запрещено. Работаем с компьютерами. Я работаю на лаптопе. И я работаю только с Mac. И плюс еще настольный компьютер. И на Ваком. То есть я отрисовываю все с таблет. А используют ли когда-нибудь что-то типа Procreate? Она сейчас достаточно активно идет, но я бы не видела ее в профессиональном применении именно в одежде. Я не использую. В Англии используют. В Англии, кстати, вот ты сказала про iPad. Я помню, что поставщик, на котором я работала предыдущий, у них была очень сильная команда еще Пани Лук и два офиса в Лондоне. Девочки работали многие на iPad. Но это были просто их личные iPad, и они делали, допустим, там, мудборд, что-то отрисовывали. Но вообще-то не покупают iPad. То есть от фирмы тебе идет лэптоп, и если хочешь, если требуешь, то еще и Ваком. Так, друзья мои, по поводу 3D и программ. Я просто еще раз переспросила, потому что моя тема, я не могла промолчать. Кло 3D мы уже с Анжеликой обсудили в предыдущем видео, да, тоже используются, но эти программы у вас будут использоваться чаще. Photoshop и Illustrator. Ну, и Illustrator, потом Photoshop, потом Cloud 3D. То есть в такой последовательности. Ну, по крайней мере, на мои практики. Так. А я, кстати, вот, ну, коль мы заговорили про это дело, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop имеют полноценные версии для iPad. И там очень интересно, когда у тебя есть учетная запись, ты можешь загрузить на iPad прям по своей учетной записи, и там работать. Я пробовала недавно Illustrator. Ну, в общем, он неполноценный. При всем уважении, потому что я там часто зеркальное отражение использую и так далее. Неудобно. Я, ну, не так долго в нем просидела, но вот мое резюме, что на компьютере работать намного быстрее и эффективнее. И плюс ко всему, у меня монитору очень сильно устали глаза. Там надо как-то еще яркость правильно отрегулировать, чтобы у тебя потом к вечеру не выплыли глаза на экран. Да. Вот. Это моя такая вот фидбэк. Хотя все файлы... Affinity Designer, да, мы, по-моему, про нее говорили, да, сегодня? Программа. Вот. Affinity Designer, я даже не знаю, что это такое. Я, Катя, я вообще могу работать только на большом компьютере. Когда я в поездках, я знаю, что мне нужно работать на лэптопе, и это боль, потому что у меня очень испортилось зрение, я не могу сфокусировать. даю совет всем, кто работает на компьютере, и я часто работаю на компьютере, это очки. У них нет диоптрий, они со специальными защитными фильтрами для работы на экране. Всегда работаю исключительно в очках, и каждое утро делаю гимнастику, и каждый вечер делаю гимнастику глаз. Глаза убьете нафиг себе. Поэтому вот... Это мой... Очки у меня есть, Катя? Жду от тебя упражнений. Может, очки меня уже не спасают? Я могу скинуть ютубовские упражнения. Там очень просто. Там глазки наверх, вниз, в стороны. То есть там вечером в кроватку лег, и вот буквально 3 минутки поделал и закрыл. На самом деле глазам легче, потому что я так же страдаю, у меня очень много экрана. Но вот очки помогают тоже. Они очень облегчают. Как маленький лайфхак такой. Это федоровские очки. Раньше еще были разработки хрюмического университета, который запускает космонавтов у нас. У них вот эти линзы были, они их выпускают. Сейчас я их не видела в продаже. Это вот федоровские тоже. Компьютерные для вождения. Все есть. Без диоптера, просто для глаз. Вот. Так, давайте еще сейчас я посмотрю. Так, в последний год в магазинах ничего не купишь. Вещи как будто были 10 лет назад пошиты. Что-то с производством. Ну, как видите, долбанула пандемия. Все, во-первых, сократились, потому что действительно куда столько одежды. Во-вторых, там, ну, немножко буксует все. Так что ничего, все вернется со временем. Хотя, может быть, и в другую реальность. Потому что я вот смотрю, там, многие магазины позакрывались, начали выходить на маркетплейсы активно, да. То есть формат все-таки немножко меняется, продаж. Посмотрим. Интересно, чем это все развернется. Так, какой цикл в месяцах от создания капсульных набросков до прихода коллекции? Мы это обсуждали очень детально в предыдущем эфире. Там 45-90 дней. Мы работали, у нас был цикл 180 дней, потом нам его в два раза обрезали. Сократили. Ну, у нас пришла команда бизнес-консультантов, все это посчитала и сказали, что вам нужно отрезать. А логистика Китая-Россия не всегда ровная. В общем, там, разработку прижали просто до визга, а логистика как лагала, так и лагает. Ну, в общем. Ну, по-разному бывает. Просто ты таможню не всегда можешь предугадать. У тебя встал контейнер на таможню, может простоять два дня, может, десять дней, может, там, две недели. Конечно. Так, сколько часов рабочий день в среднем? И если не говорить про то, когда нужно задерживаться. там нормативы работы, есть ли переработки, есть ли задержки, как это вообще у вас происходит. Да, вот, кстати, загрузка дизайнера меня тоже интересует. Вот сколько у вас, есть какие-то нормативы, сколько дизайнер должен выдавать, там, в день, в неделю, в месяц? И какое количество луков по коллекциям бывает? Много вопросов. Нет норматива по тому, сколько именно дизайна сделаешь. Дело в том, что если это коллекция для трикотажа, и коллекции были, допустим, дизайнеры представили неудачные коллекции, и отобрали мало образцов, то тогда их дополнят коллекциями конкурентов. Их дополнят, допустим, или ближним производством, или их дополнят сшитыми изделиями. Поэтому здесь никакой нормы нет. Но нет так же такого, что, знаете, шведский стол, и давайте мы будем отшивать по 500 образцов. Нет, это тоже не приветствуется. Здесь идет, наоборот, вот это, кстати, чаще случается с джуниор-дизайнерами. То есть кто только начинает, у них есть какой-то такой страх, что нужно много образцов, но много это не есть хорошо. А наоборот, дизайнеры, у кого есть такой же серьезный опыт, они делают меньше, но качественнее. Поэтому я призываю к этому. А рабочий день, ну, давайте, скажем, 8 часов. Но этого не существует, этих 8 часов. Поэтому, смотрите, у меня... В трудовом договоре это не прописывается? Ну, хотя бы давай в трудовой договор толкнемся. Как ты там это написал? Ну, да, прописывается 40 часов в неделю. Ну, вот, то есть по договору 40. По факту... 40. По факту 24 в сутки. Ну, вот я работала, у нас тоже было очень много переработок. Во-первых, это не оплачивается, поэтому... В зависимости... Я не буду говорить про Америку, про какие-то более цивилизованные страны. Я скажу, что в Испании это не оплачивается. Вы подписываете... Все подписывают 40 часов в неделю, но это нереально. То есть вы понимаете, что иногда бывают встречи. Вы делаете пилотный магазин, незаконченный, или вы оформляете шоу-рум. Что вы сделаете? 6 часов, и вы уйдёте? У меня такое часто происходит с китайскими коллегами, потому что у них 6 часов... Без 15 и 6 они уже с сумкой стоят у двери в 6, они уже ушли. И не важно, что у меня нет ни ткани, что у меня нет там чего-то ещё. Нет, они всё. Они ушли по домам. В Испании такого нет. Естественно, есть переработки. Часы эти никто не считает, они не оплачиваются. Здесь уже каждый спасается как может. Если это какие-то поездки, то если поездки... Причём вы же путешествуете постоянно, и не всегда это среди недели. То есть если вы... Давайте возьмём пример в Исиан. Вы улетаете в 6 утра в Париж. Вы на выставке до 7... не знаю, до 6 вечера. Потом вы возвращаетесь в Париж. Спать вы ложитесь, не знаю, в 12 ночи. С утра вы уже снова на ногах. Это никто... Ну, никто не считает количество часов. Если выпало на конец недели, то два выходных, потом возвращается один. То есть нет такого, что два выходных вы работали, значит, тогда вам два выходных среди недели. Нет, один. Это по договору. В моём случае, так как я работаю на номинального поставщика, я работаю нон-стоп, но если мне нужно работать из Аргентины, я работаю из Аргентины. То есть я могу организовать себе какую-то поездку. Говорю Аргентина, потому что у меня муж аргентинец, и иногда мы уезжаем, и я работаю просто оттуда. То есть мне никто преград не ставит. И если у меня заболел ребёнок, или я просто ленюсь в этот день, но меня никто не отслеживает. То есть они знают, что всё будет в срок, всё будет сделано, поэтому... Вот это, кстати, подход мне очень нравится, потому что, ну, грубо говоря, ладно, я сегодня там не вышла, но я там села дома, поработала и это всё сделала. А в России чаще очень борются за присутствие именно в офисе. Ну, по крайней мере, до пандемии так было. То есть у тебя день с девяти до шести, и там вот тебя будут, чтобы ты с девяти был, и до шести как минимум, а потом тебе переработки. Вот такое тоже получается. Да, Катя, но я тебе говорю, что в этом разница. Я работаю на поставщика, если ты работаешь в компании, то там, конечно, уже... Ну, то есть в девять зашла, ты зачекинил, скажем, провел карточку, пропуск, и в шесть ты вышла. Это, естественно, конечно, такое есть. В шесть ты не вышла. Но если ты вышла в девять вечера, то ничего страшного. А если ты вышла в четыре часа, то всегда это проблема. Ну, это от компании зависит. Я всегда говорю, что это очень индивидуально по компаниям. От шефа. Еще от шефа. Кто... Да, кто твой тим-лид, если у тебя вообще адекватный человек в начальниках, и можно договориться всегда. Так, какое количество луков в коллекциях? Ну, давай в среднем, не будем усложнять. Дело в том, что мы не делаем по лукам, не составляется лук. Понимаете, лук, он может быть... Брюки из одного отдела и свитера из другого. То есть нет такого... Каждый дизайнер, каждый отдел представляет свою коллекцию, то, что он видит. И потом уже байеры, они уже собирают вот эти луки. То есть лук, он может быть... Мы можем сделать костюм. Да, естественно, мы можем делать верх-низ, но это не значит, что он будет куплен полностью. Возможно, выберут только топ или только брюки и соединят его с чем-то другим. А бывают случаи, очень часто, допустим, если мы сделали какой-то фантастический топ, и байер чувствует, что он будет очень классно сочетаться, допустим, с шортами, то тогда нам добавляют еще и шорты. Здесь уже такое... Составление полной коллекции это уже делает главный байер всех-всех-всех отделов. То есть все дизайнеры представляют и уже начинают такой микс, и из этого составляется пилотный магазин. Смотрят на пилотный магазин, что не хватает, уже начинают добавлять. Вот у нас, могу сказать, как мы разрабатывали, у нас было где-то около 15 луков на коллекцию. Коллекция рассчитывалась по оборудованию в зале, и, соответственно, в зале присутствовало сразу приблизительно там вот в нашем блоке две коллекции плюс зона Basic и зона Core. И это все, конечно, просчитывалось в движении, как оно подсортировывалось, как оно частично уходило. Но там обычно какие-то блоки, наверное, ставятся, там типа 10-20 эскизов, там идут на этот блок, на этот блок, ну чтобы хоть какое-то именно распределение времени в работе было, да, а там уже потом оно... Есть. Дело в том, что здесь уже, естественно, есть какие-то потребности, которые на 100% нужно закрыть, допустим, базовые футболки или базовые футболки с принтами. На это есть цифры, но нет такого, что нужно сделать 15 луков. Нет, там больше идет по категориям, то есть нужно и низ, и верх, но мы не работаем по луку. Дело в том, что система работает, она абсолютно другая. Отделы между собой конкуренты. Здесь нет такого, что давайте сейчас вместе посмотрим, создадим лук. Нет. Огромная конкуренция и часто могут вещь из трикотажного отдела передать нашим конкурентам сшитых вещей или, допустим, китайскую вещь передать турецким поставщикам. Поэтому здесь все очень... Здесь то, что скажет, на что укажет палец главного байера. Главный байер отвечает абсолютно за все отделы. Стоит ли изучать 3D, когда модель в движении, или это никому не нужно? Вы имеете в виду, чтобы посмотреть, где тянет, как сидит на модели? Если вот это, то это не будет... Я так понимаю, что вот эти виртуальные проходки, наверное, когда ты одел и смотришь, как она там... Виртуальные проходки где-то может пригодиться, если вы хотите показать дизайнерам, как это будет, но байер у вас это смотреть не будет. То есть они не будут тратить время на то, чтобы смотреть на проходку каждой модели. Они могут посмотреть скользко. Я думаю, это больше для поставщиков. А если вы говорите о том, чтобы посмотреть, как сидит, то для первого образца можно посмотреть, если вы введете свои параметры той фитинг-модели, с которой вы работаете. Но дело в том, что они никогда на 100% не будут отражать прям реальную-реальную фигуру. Даже если вы с Авалоном работаете, даже здесь сложно. Поэтому... Там же еще проблема начинается в том, что многие изделия имеют дополнительные какие-то вещи, там укрепления, подкладки, подплечники, увеличения, вот эти там, где-то пожестче мы сделали. Ну, я условно сейчас говорю, да? И не всегда 3D, она это отражает. Если вы там, например, пиджак создаете, вам там надо усилить, а она вам показывает, как обычная ткань. Не всегда там пальто, там плечевые, вот эти вещи не выставляются. Поэтому 3D, оно пока еще имеет очень много ограничений. Вот я, конечно, тоже пока в таком вопросе у меня внутреннем, да, пойдет оно и так интенсивно дальше в разработку или нет, не знаю. Вот у меня пока... Мне кажется, смотри, оно пойдет. Я знаю, что даже в Inditex есть уже компании, которые внедряют, уже обучают персонал 3D. На Кло 3D несложно. Если вы отучились на дизайнера, если вы знаете Photoshop и Illustrator, Кло 3D будет несложно. И несложно будет сделать эту анимацию. Но смысла в ней для работы, я говорю, смысла именно для нашей работы, для специфики нашей работы особого нет. Я думаю, очень классно посмотреть цветовой ряд. Но мы работаем с огромным количеством тканей. А библиотеки, они ограничены. Вы не сможете просто каждую ткань измерять. Знаете, что там есть такой специальный прибор, который вы можете купить, и вот вы измеряете каждую ткань. Но это огромное количество времени. Кто это будет делать? И это очень классно для лукбука, для каких-то небольших брендов, которые хотят протестировать свою теорию. Для масс-маркета и для миддл-маркета это тоже классно, но больше в таком визуальном виде. И я это больше использую. Я беру разработанные лекала, я лекала не делаю в Кло 3D. Я беру наши лекала и уже просто их сшиваю. Но я это делаю для себя и для своего удовольствия, для своего портфолио, потому что от меня это не требуют, пока не требуют. И просто могу посмотреть и отсылаю по WhatsApp дизайнеру, просто чтобы показать разные варианты цветов. Ну, это вот как раз мои мысли и мои как бы доводы. Все равно вы без образцов не останетесь, вам образцы все равно отшивать, байрам все равно образцы показывать, все равно гонять, смотреть ткани. Иногда это просто лишняя работа. Ну, может быть, где-то это оправданно, но в массе своей оно не идет так. Да, вот смотри, я в прошлом эфире рассказывала такую интересную вещь, но мы больше говорили про джон лайф и какие вообще изменения происходят при расшире образцов. Сейчас мы для образца используем ту ткань, которая есть в наличии, то есть если это желтый, это желтый. Более-менее пытаемся что-то нейтральное, но если нет в каком-то цвете, который нужен, то берем другой. Мы не окрашиваем каждый образец в нужный понтон, потому что сейчас это запрещено в Китае. Ну, такой, знаете, bulk dying, когда там просто не bulk, вернее, а buckle dying, когда вы просто одну вещь или 10 метров окрашиваете. Поэтому в этом смысле может быть удобно выбрать какой цвет. Так, какая зарплата в среднем у обычного дизайнера в ЗАРе? Ну, я вообще не знаю, можно как-то оценить уровень зарплаты? Зависит все от того, как вы договорились. Дело в том, что... Я даже не знаю, что вам сказать. Я знаю эту информацию, но дело в том, что я просто работала с этим, но это очень компенсиальная информация. Вы не имеете права ее распространять, она как бы закрытая. Да, дело в том, что зарплаты откуда я знаю? Естественно, там с коллегами тоже такого нет, что все обсуждают свои зарплаты, да? Но я знаю, жанг зарплат. Я знаю, как подойти, я недавно делала как раз исследование относительно России. Чтобы не скомпрометировать меня. Нет, нет, абсолютно из открытых источников. Меня тоже часто спрашивают, сколько получает дизайнер. Но, во-первых, очень многие компании не публикуют, сколько это будет стоить, и у каждого конкретного соискателя будет своя зарплата, то есть внутри какой-то обозначенного кусочка, да? То есть кому-то меньше дадут, кому-то больше дадут, кому-то даже еще, может, и прибавочку дадут, если прям очень ценный человек. Поэтому прям вот так четко сказать, сколько получает дизайнер, очень сложно. Я смотрела по России, по Москве на HeadHunter средний уровень зарплат, да? Средняя температура по больнице, понятное дело, что есть ниже и есть выше. Средняя разбежка у российских дизайнеров по Москве от 60 до 80 тысяч рублей, то есть это где-то около 1000 евро, но есть, конечно, которые из 100-120, их просто процентов 20 от этого объема, и, соответственно, есть, которые 35-40, это тоже еще там 20. Ну, то есть вот, это такая вот, ну, разбежка, грубо говоря, которая сейчас представлена. Вот я думаю, что можно сказать приблизительно вот такую разбежку по, ну, по Испании, да, не четко вот сколько, то есть, ну, приблизительно вот там от 1000 до 2000 могут получать там, топы будут получать там 5, ну, вот условно, давай так обозначим, потому что я понимаю, что четко сказать эту информацию просто нельзя. Вот можно только вот диапазоны какие-то выдать, которые могут встретиться. Есть джуниор-дизайнеры, то есть ребята, которые приходят в такой, как практика, да, после обучения, то есть, естественно, там зарплата будет гораздо ниже, это может быть от 1200 евро, да, и сразу скажу, зарплаты в Испании маленькие, вот, то есть, если это от 1200, и если вы зашли с какой-то зарплатой, не ждите повышения на 5000 евро каждый год, будет очень сложно, повысить зарплату можно только меняя компанию на компанию, в одной компании очень сложно вырасти, и давайте не будем говорить, допустим, про главного дизайнера, но синиор-дизайнер может получать до четырех, до четырех, и плюс дальше уже будут бонусы, дело в том, что есть зарплата, а есть бонусы с продаж, то есть, в зависимости от этого, еще другой момент, одно, одни зарплаты, когда вы работаете в компании, другие зарплаты, когда вы работаете на номинального поставщика, вот, в поставщиках зарплаты лучше, вот, потому что здесь получается такой минус, что вы не работаете в самом клиенте, но они это компенсируют хорошим расположением офисов, это всегда центр, и лучшими зарплатами, и если мы сравним зарплаты дизайнеров и байеров, здесь огромный отрыв, байеры правят балом. Давайте скажем так, во Франции это идет все на порядок выше. То есть, вопрос, ну вот если вы работаете дизайнером, то есть, такой вопрос сейчас, мне кажется, будет более понятный, хватит ли зарплаты на то, чтобы снимать квартиру, там, где ты проживаешь, будут ли оставаться деньги на что-то еще? То есть, реально ли на эту зарплату жить? Ну, здесь сложный вопрос, дело в том, что смотря какую квартиру, смотря какие у кого требования по району, по качеству квартиры, ну, здесь сложно сказать, 1200 это очень низкая зарплата, здесь, это реальная зарплата в компании, но это самый-самый стартовый такой, да, как бы вариант, потом уже, ну, давайте возьмем в среднем две, две с чем-то, здесь, да, вам может быть будет уже хватать на небольшую квартиру, особенно если вы с кем-то, допустим, ну, с партнером снимаете, но такой без излишеств, мне кажется, вот, я вам вообще скажу, что вот адвокаты, адвокаты в Испании зарабатывают 3000 евро, допустим, то есть это адвокат, причем в серьезной компании, и для кого-то это много, для кого-то это мало, то есть, понимаете, здесь тоже, они не могут, допустим, с такой зарплатой, они просто не могут купить себе квартиры, здесь распространено, допустим, снимать квартиры. Ну, то есть, тут уже, понимаете, очень... Как и в Москве, вот я по Москве смотрю, да, то есть, ну, вот я говорю, в рублях там, это зарплата в долларах, ну, по Москве тоже можно там чуть побольше, чуть поменьше, на какую-то зарплату устроитесь там на, ну, условно говоря, на 40 тысяч будет квартира 30 стоит, ну, вот на 10 тысяч там не проживешь, да, а устроитесь на 100 тысяч, и у вас будет там, ну, квартира 30 стоит, ну, если вы ее снимаете, то на 70 уже и прожить можно, То есть, ну, тоже разбежки они везде есть, поэтому... И здесь ваша готовность, вообще, как бы ваше время, то есть вы спрашиваете, допустим, рабочий день, но если это нормированный рабочий день, и вы будете уходить в своё время, ну, вы так никогда не вырастите. Если вы не будете рисковать и работать, допустим, на поставщиков, то тоже не вырастите в зарплате. Здесь уже очень индивидуально. Я сейчас работаю с двумя поставщиками, то есть это и Китай, и Турция одновременно, поэтому это тоже абсолютно другой доход, но это и по времени абсолютно другие. Сейчас я перехожу в другой проект, но это будет такой более уже ограниченный контракт, и сейчас зарплата мне очень сложная. Не знаю, я в моде всегда была довольна, не знаю, я как-то могла отстаять свою зарплату. Давайте я так скажу, я, в принципе, знаю, откуда вопрос идёт. Это не самая доходная профессия, которая, может быть, дизайнеры получают немного относительно других специалистов. То есть вот такой ответ, наверное, будет корректным, потому что там… Но ты понимаешь сейчас относительно других специалистов, относительно кого, допустим? Официанты, бывает, больше зарабатывают. Можно заработать 1600 официантам, плюс чаевые, естественно, можно, если вы в хорошем ресторане работаете. Ну, я имею в виду, есть офисные сотрудники, которые тоже там… Ну, просто, блин, брать хорошего инженера IT, он, конечно, будет больше зарабатывать, а там, может быть, в бухгалтерии как-то… Ну, вот сложный, ну, средний уровень зарплат такой вот, то есть не высокий, не низкий, хотя есть и звёзды, которые получают много, есть и стартаперы, ну, стартующие в свою карьеру, которые получают пока мало, то есть как и везде. Так, скажите, работа дизайнера за рубежом – это не про творчество? Вопрос. Это и в России не про творчество. Зависит от дизайнера, у меня это про творчество. Допустим, у нас… Мы работаем очень много с винтажом. Я вам, кстати, показывала в эфирах тоже про то, как мы используем винтаж. Здесь уже какие марки вы используете? Если вы только вот с чего-то такого… Зависит от отдела. Дело в том, что… Я вам ещё раз повторюсь. Я работаю с Китаем. Мы отшиваем… Вот самые такие crazy styles, которые вы видите, мы отшиваем вот эти вещи. То есть я делаю вещи с ног до головы в пайеток, какие-то сумасшедшие боди, какие-то, я не знаю, абсолютно нереального вида вещи, которые являются таким якорем коллекции, которые вот именно такая более модная часть. Естественно, есть базовые вещи, но там не про творчество. Там больше про ваши навыки, знания тканей, умение найти эти ткани. То есть здесь зависит от отдела и… Ну вот, кстати, мужская мода, она имеет меньшую вариативность, и там меньше творчества. Особенно если вы попадаете, например, на классику, на мужские сорочки, на тейлоринг, то там разбег не очень большой. Там вот ткани, посадки, пуговки, вот туда. Особо не побежишь. И очень часто бывают, если это база, core модели, то там тоже не про творчество. Там особо никуда не разбежишься, там будут стоять байеры, которые будут читать коммерцию и четко вам говорить, что им нужно сделать. Есть вот этот небольшой процент, он у каждой компании, в зависимости от уровня модности, разный. Вот в Zara он, наверное, пошире будет, а в каких-то брендах он там 10%, где еще хоть что-то можно из себя проявлять, то, что мы видим на витринах, то, что мы видим в маркетинге, то, что мы видим для привлечения внимания. А основная одежда, она будет более такая базовая, и там не так много творчества будет, вот, к сожалению. Еще я тебе хочу сказать, что одно дело то, что вы видите в магазинах, а другое дело то, что мы разрабатываем. Ведь бывают такие вещи, чтобы продать базовую футболку, мне нужно разработать, не знаю, пять бальных платьев, ну, к примеру, скажем. Поэтому здесь уже каждый как организовывает свою работу, и ты права, что зависит от компании. Но мужская мода, а вот в Бершке мужская мода, это очень креативный процесс. И если вы представляете креатив, что вы стоите напротив манекена и делаете муляж, тогда нет. Если вы сидите и отрисовываете эскизы, раскрашиваете их акварелью, это тоже нет. Здесь немножко про другое. Здесь ваш, давайте скажем, что вы должны быть 50% креативны, 50% иметь аналитический склад ума и вообще понимать, куда что движется, куда движется общество и что делать, что предлагать клиенту. Вот очень точно сказано. Мне кажется, прям и не добавишь, и не добавишь. А вот по поводу вот этих модных луков, ну, это тоже мы когда делали, ой, давайте, давайте, на выставке были красные мужские штаны с подкатами. Представляете, на наших мужчинах 45 плюс штаны с подкатами. Неважно, мы сейчас поставим на витрину, мы закажем их чуть-чуть, но они будут приходить и покупать наши рубашки. То есть это тоже вот эти модели, которые приводят клиентов, они тоже нужны, но их мало всегда. Конечно. Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим с вами про моду, там, искусство либо плагиат, либо революция, мы говорим с вами о коммерческих фирмах, которые модой зарабатывают себе деньги. И они могут экспериментировать, но в очень каком-то таком небольшом объеме. Им надо все-таки заработать для того, чтобы штат содержать и производить и так далее. Поэтому творчество, оно там есть, но оно не совсем то творчество, которое представляет себе человек со стороны. То есть это вот, да. Плюс еще крейзи, вот эти крейзи модели и очень творческие вещи, просто их, ну, сколько человек их купит? Два. В основном мы одеваемся очень просто, и вообще покупатель как бы выбирает очень простые модели. Поэтому нам кажется, что из года в год. Тенденция 2022 года, не знаю, лаванда или такой-то цвет, ребята, оно было пять лет назад. Просто каждый год мы это называем новой-новой тенденцией. На самом деле уже все давно придумано, и нет ничего такого. Разве только, что, не знаю, костюм из кожи гриба для полета на Марс, может быть, чем-то таким действительно. И новые материалы, новые материалы очень классные. Но это абсолютно космические цены. И плюс новые материалы, они сложны еще в таком... Я не говорю даже в массовом производстве, я говорю вообще в производстве даже хотя бы таких объемов, как middle market. Это только вот когда какие-то бренды, которые на острие, вот они что-то разрабатывают, внедряют, показывают. Есть, кстати, очень интересный бренд, вы можете про него посмотреть и почитать. Uniqlo. Это японский бренд. И вот они идут немножечко по-другому. Они сначала разрабатывают технологии, вот ультралайт-пуховики, вот они одно время прям заполонили все. Они ее разработали, эту технологию, после этого начали гнать, ну, достаточно однотипные вещи, которые вот стандартные. И они вот их в цветовую гамму расширяют. То есть у них подход не совсем от масс-маркета, от дизайна, да, они технологию сделали, а потом под эту технологию... Вот очень, кстати, интересный такой пример. Можно вот поизучать историю этого бренда, посмотреть, как они подходят к этому процессу. Такой вот момент. Тоже я тогда сравнивала, я помню, я Zara сравнивала и Uniqlo сравнивала. Очень интересно на них. Я знаю, что Uniqlo очень популярна в России. Все, что я покупала, ну, я обычно для мужа покупала какие-то вещи, потому что там нет дизайна, там такие очень базовые вещи. Там технология. Но там... Там технология в основе. Нам, например, я очень люблю у них вот эти пуховики ультралайт и... Пуховики, кстати, вот, да, точно. У меня такой пуховик точно есть. Была, кстати, очень интересная коллекция с Александром Ванг в Uniqlo. То есть там именно все вот эти вот стимлесс-спортивные футболки, которые регулируют тепло-холод. Но трикотаж, допустим, то, что я покупала, толстовки или что-то, ну, мы выбрасывали после... Там даже не продать эти вещи. То есть никакой секонд-хенд, никакой второй жизни. Было откровенно плохое качество. Это случается везде. Я у них покупала поддевки. Вот для холода, как оно? Термобелье. Вот термобелье у них было неплохое. Потом у меня... Да, это я тоже, кстати, для поездок в Калиш. Кстати, насчет ткани и когда просто все... Вы не думаете, что Стелла Маккартни вам отшивают на фабрике единороги. Все это отшивается на тех же самых фабриках. Единственное, что стандарты другие. И Донакаран Нью-Йорк отшивается на тех же самых фабриках, где отшивается Зара. Другие требования к производству, другие требования к швам, тканям. Есть бренды, которые мы считаем, что они такой прямо очень superior категории, но используются те же самые ткани, я вам скажу. Допустим, Сандра. Мы работаем с тем же поставщиком кружева, что поставляют для Сандры. Единственное, что наши объемы, они гораздо больше, и наша цена, она ниже. Поэтому не всегда... И в масс-маркете можно найти очень удачные модели, которые вы будете носить годами. И в люксе можно купить вещи, которые у вас растянутся после первой стирки. Здесь уже нужно быть тоже аккуратным. Как все говорят, смотреть состав. Но даже иногда и состав. Создают ткани, но это не всегда вопрос про инновации. Это чаще про разработку какого-то там внешнего вида, переплетения, но не про инновационные свойства ткани. То есть вот вопрос там, создают ли сами... Большие бренды сами не инициируют создание тканей? Вопрос. Мы делаем ткани. Мы прямо разрабатываем ткани, причем очень много джаккарды, допустим. Тот джаккард именно в трикотаже создается по эскизам и по каким-то, может быть, даже... Ну да, я говорю больше про дизайн, нежели про именно вот инновационные... Инновации нет. А дело в том, что ты многие... Я обожаю японские ткани, но японские ткани можно купить только в Японии, потому что это абсолютно другая технология, которую не могут повторить ни в Китае, ни в Италии, ни в Корее. И плюс цикл производства, это очень долго. А итальянские ткани тоже, они называются итальянскими, но, я не знаю, 80% производятся в Китае, этих итальянских тканей. Они производятся итальянскими марками, они производятся на итальянских, может быть, станках, но сырьё и всё идёт из Китая. Так, мы уже заканчиваем второй час. Давайте последний вопросик, потому что мы заговорились, и, я так понимаю, говорить мы ещё можем долго и много. Но надо как-то всё-таки и временные рамки знать, потому что два часа для эфира – это достаточно долго, вопросы идут постоянно. Я тогда буду сохраняться. Анжелика, большое прям спасибо за этот эфир, великолепно. Если вам будет ещё интересно, вы мне напишите, мы проведём ещё эфир и обсудим интересующие вас детали. По поводу источника вдохновения, смотрите, первый эфир. Анжелика всё рассказывала, показывала, объясняла, куда она ходит, куда летает и где бывает. Если есть что-то, что добавить, я, Анжелика, готова выслушать. Да, Катя, спасибо тебе большое. Это было очень душевно, очень, мне кажется, информативно. Те, кто не соприкасается, услышали вот инсайты с двух сторон. Я, к сожалению, не могу так рассказать про испанскую моду, да, про испанский рынок. Но я думаю, очень много точек соприкосновений в работе российских брендов и испанских, поэтому здесь, особенно с твоим опытом, потому что ты работала с разными категориями продукта. Насчёт источников вдохновения и какой-то такой информации, ребят, я ещё раз повторюсь, я начала вести блог буквально два месяца назад. Я пишу как раз таки об этом, поэтому заходите, смотрите, читайте. Я люблю очень делать сторис, сохраняюсь в хайлайт. Поэтому, если будут какие-то вопросы, то пишите, с удовольствием отвечу. Катя, мне было очень-очень приятно с тобой сегодня пообщаться. Вот, поэтому вижу, что у нас очень много точек соприкосновений, поэтому ещё раз спасибо за приятный вечер, за эфир и вам всем за то, что были с нами целых два часа. Да, мы остаёмся на связи, все контакты остаются. К Анжелике можете обращаться, я думаю, что она с удовольствием ответит на вопросы, которые у вас появились. Подписывайтесь, действительно, там очень интересная, очень такое творческое пространство в блоге получилось. А ко мне за программами, велкам, я, может быть, когда-нибудь допишу уже этот курс по фотошопу, по иллюстратору у меня всё есть. Сейчас работаю над масштабным фотошопом, чтобы все вопросы закрыть и чтобы технически подковать, потому что, к сожалению, не все готовят по этим программам. Вот, всё, друзья, большое вам спасибо за время, за силы, за внимание. До этого мы прощаемся, всё, до свидания, и остаёмся на связи. Пока-пока. Всё, спасибо большое. Пока-пока всем. Пока, Катя. Пока.